Знать, что происходит. Понять суть событий. Двини своими глазами. Дикие лебеди достигают длины 4,5 футов. Самцы иногда бывают даже больше. Они совершенно белые. За исключением верха, головы и шеи, которые имеют бронзовый оттенок. На земле они очень неуклюжи, зато на воде чувствуют себя прекрасно. А летают так быстро, что убить их бывает очень трудно. Говорят, скорость их полета при попутном ветре достигает 100 миль в час. В конце 60-х годов прошлого века советское правительство поставило задачу перед конструкторами создать самый лучший и мощный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. В декабре 80-го новый самолет поднялся в воздух на аэродроме в Жуковском. А еще через 7 лет он пошел в серию. Это был стратегический ракетоноситель Ту-160. Наши летчики ласково зовут его «Белый лебедь». Американцы прозвали его Голиафом. Советская авиация должна была получить 100 белых лебедей. Однако крушение Союза, экономический кризис привели к тому, что сделано было всего 34 самолета. К концу 90-х годов 19 из них осталось на Украине, на базе в Прилуках. В 98-м году американцы добились разрешения от Украины об утилизации Ту-160. Началось уничтожение современнейших самолетов. Летчики вспоминали те дни. Их специально построили перед так называемой гильотиной, которая должна была рубить наши самолеты. И в присутствии американских кураторов начали резать фюзеляжи. У многих были слезы на глазах. Однако в 99-м России удалось перегнать из Украины 8 оставшихся самолетов. В счет долго за газ. И началась новая история «Белых лебедей». Сегодня все сохранившиеся самолеты находятся на авиабазе под городом Энгельс в Саратовской области. Каждый из них имеет свое имя. А предком этих самолетов был легендарный русский бомбардировщик Лия Муромец, сконструированный и построенный Игорем Сикорским в 1913 году. В 1914-м Илья Муромец поступил на вооружение русской армии и принимал участие в Первой мировой войне. Он мог поднимать в воздух груз массой 1200 килограммов. Как писали в газетах того времени, во время полета по его крыльям могли ходить люди, нисколько не нарушая равновесие самолета. Остановка двух моторов из четырех не заставляла аппарат прекращать полет и опуститься на землю. Он мог лететь и с двумя неработающими моторами за счет хорошо продуманного фюзеляжа и хвостового оберения. Все это было по тем временам невиданным и новым. Удивительно, но прадедушка Ту-160 был сделан из дерева, береза, дуб и ясень. Его крылья были обшиты прочной парусиной. Сегодня 38% конструкций Ту-160 выполнено из титановых сплавов. Важный элемент самолета, титановая балка, была сделана с помощью уникальной технологии – электронно-лучевой сварки в нейтральной среде. Этот метод считается национальным достоянием России. Ту-160 лучше, чем американские? Да, по всем, будем говорить, параметрам и ударной мощи наш самолет превосходит. Это уже, так сказать, подтверждено и зарубежными партнерами, в том числе и американцами. Но с учетом проведенной вот этой модернизации самолетов, он, так сказать, функциональные возможности его намного возрастает. Он может, так сказать, обеспечивать и прицельное бомбометание. На Казанском авиазаводе, где Ту-160 пока еще могут модернизировать, существует одна проблема, о которой все время говорят старые специалисты. А молодежь приходит к вам на товар? Молодежь? Вот буквально в этом году только появилась. Что так? Некуда. Приходит, немножко поработает и уходит. Практически зарплата маленькая. У нас осталось, как этих последних макиканей. Ну, надо готовить. Специалистов нужно, в общем. Я бы только сказал, чтобы технических, и чтобы у них зарплата была соответствующая. У меня вот был последний мастер молодой. Ну, что, аванс 1200 под расчет. Вот 1260. Можно за такие деньги работать молодому парню? В институте учится. Ведь это заочно. Ему же работать надо, ему кормить надо. Вот пришлось ему уйти. 7 часов 30 минут утра. Авиабаза «Энгельс» по Волжье. Стратеги, так называют летчиков дальней авиации, перед полетами приходят на завтрак в столовую. Их хорошо кормят, дают какао, шоколад. Надо иметь много сил, чтобы хорошо летать. Аэродром. Восемь часов утра. По полосе проезжает машина, подметая бетон. А за ней идут офицеры, собирая мелкие камни для того, чтобы они не попали в двигатель ракетоносца. Белые красавцы стоят на своих стоянках. Идет предполетное обслуживание. А почему «Белый лебедь» его все называют? Ну, это мы так называем, потому что он, в принципе, похож. Такой добрый самолет. Добрый? Ну, да. Почему добрый? Ну, посмотрите сами даже. Белый, никаких там раскрасок. Вроде как безобидный такой, кажется. Ну, и похож, в принципе, на лебедь. А стали безобидные, на первый взгляд, кажется. А на самом деле он... Жар удастся. А у вас какие-то есть вот такие вещи перед полетом? Ну, я не бреюсь, не моюсь, ничего. Ну, это моя такая традиция. Не брился я, да, уже. Перед полетом? Нет, три-четыре точно не брился. А почему? Ну, потому что, не знаю, суеверный я такой. Не жалеете, что с армией связались? Нет, не жалею, в принципе. Это наша династия, традиция такая, скажем, семейная. У меня отец служил на самолетах-заправщиках, 1988-й, радистов. Отец у меня тоже здесь служил. А что, сын? Ну, сын у меня тоже, надеюсь, пойдет, как я, по моим стопам, по дедовским стопам. А вы зачем служите, Саша? Вы знаете, как такая традиция пошла, вот, из кинофильма «Офицеры», да? Есть такая профессия защищать Родину. Ну, вот я туда же, в принципе, придерживаюсь этого. 12 часов 53 минуты. Класс постановки задач перед пилотами. «Командир, 121 полка. Плётный состав готовен, самолет готов. 184. Экипажи полностью, самолёты готовы. 14 сентября 2005 года, местное время 12 часов 53 минуты. Предполётные указания экипажам 121-184 полков на выполнение полётов в районе аэродрома по маршрутам, зонам техники пилотирования. Начало полётов в 14 часов, окончание полётов в 23.00». Аэродром. Стоянка ТУ-160. До вылета остаётся несколько минут. Это Олег Баранов. Снятые им кадры в кабине ракетоносца обошли весь мир. Тогда он снимал президента России во время учебно-боевого полёта на ТУ-160. Выполнявшего пуск крылатой ракеты. Но это скорее хобби. Основная работа Олега – это штурман воздушного корабля. «Очень интересный самолёт. На нём гораздо легче летать, чем на других самолётах. Для штурмана. Здесь реализовано очень много помощи для штурмана. Именно при выполнении навигации, боевом применении. Намного новое поколение самолётов. Очень интересно. На рабочем месте находятся приборы высоты, скорости, курсовые приборы. В принципе, эти приборы однотипные на всех типах самолёта. Точно такие же. Показать азимуту дальность для ориентировки». В этом самолёте была использована впервые электродистанционная система передачи информации с использованием джойстика, то есть ручки пилота. «Здесь всё очень тесно. Всё очень жёстко и логично скомпоновано. Всё предусмотрено для ведения боевых действий. Кресло пилота и катапульта, штурвал управления, приборы кабины, штурманские места. Вот, обратите внимание, посмотрите, пожалуйста, на эту схему. Самолёт практически в круговую защищён от ракетных атак. Если ракета летит с этой стороны, мигает эта лампочка, этот индикатор. Если с этой, то с этой. Штурман сразу определяет, откуда и что летит против этого самолёта. Это штурманское место. Здесь радар. Самолёт, лётчики экипажа Ту-160 видят, кто и как, где размещена эскадрилья, кто летит против или за и так далее. Вот здесь очень интересно. Узкий коридор, всего сантиметров 40, наверное. Мы с оператором здесь с трудом помещаемся. Это печка. Видите, вот здесь во время полёта можно что-то согреть себе. Или домашние пирожки, или казённый паёк, который выдаётся лётчикам. Всё очень маленькое, компактное. Здесь кипятильник. А сейчас, обратите внимание, мы покажем самую секретную часть самолёта. Специальный туалет для лётчиков. Однако за всю историю эксплуатации Ту-160 им пользовались всего несколько раз. Почему? Лётчики об этом умалчивают. «Белый лебедь» может подняться на высоту 18 тысяч метров и может опуститься до 50. Ещё одна важная особенность. Когда ракетоносец набирает скорость, он меняет конфигурацию крыла, и оно приобретает форму стрелы. Его трудно сбить, благодаря технике, которой напичкан самолёт. Лётчики нам рассказывали, что недавно на учениях они даже обманули наземный противоракетный комплекс С-300. Благодаря электронной начинке самолёта и нестандартным решениям пилотов. Сейчас вы видите уникальные кадры сопровождения истребителями НАТО наших Ту-160 где-то над Северной Атлантикой. Вот пилот НАТОвского истребителя приветственно машет рукой. А ещё через несколько минут наш «Белый лебедь» наберёт сверхзвуковую скорость и уйдёт в отрыв от истребителей. Во всём мире русских лётчиков считают самыми бесстрашными и даже бесшабашными. Не зря гроза немецких асов Великой Отечественной Александр Покрышкин был первым хулиганом в своём родном городе Новосибирске. Он всегда действовал и в драке на земле, и в воздушном бою нестандартно. С него до сих пор берут пример некоторые русские пилоты. Комната для переодевания лётчиков. Здесь всем командует Михалыч. Так ласково называют начальника группы высотного оборудования майора Силукова. Он как воспитатель в детском саду. Зимой перед выходом на улицу одевает малышей. Заботливо и тщательно. Только в этой роли выступают взрослые. Надеть высотный костюм не так-то просто. Удобно? Ухаживают за вами. Да. Такая шума. А каждая шнурочка здесь приспособлена всё специально. Да. Это индивидуальная подгонка идёт. Индивидуальная каждому. Реванш, здесь правильный пушку не надо. А нож это зачем? А нож обязательно. Это на всякий случай, когда в аварийной ситуации. Тропы надо. Сейчас там. Тропы. Это пультируем, допустим, переглёст. Ещё там какие-то моменты. А это вы горшками называете, да? Да, да, да. В атрибуте. Защитный шлем называется так. А в обычных простонародных горшках. Иваныч, это мы повесимся. Михайлович, сейчас я возьму. Лётчики оделись и поехали к самолётам. А мы остались. Сейчас, сейчас. Сейчас. Посмотрите на эти перчатки. Они похожи на вещи из научно-фантастических фильмов. Видите? А для чего вот эти вот такие перчатки приспособлены? Значит, это перчатки, значит, шестяные. И в перчатки подаётся воздух для обдува руки. То есть, лётчик уже, чтобы не потела рука, да. То есть, каждая мелочь предусмотрена, видите, вот. В скафандре Баклан имеются три слоя защиты. Первый слой резиновый. Вот это резиновый. Как водолазный, как водолазный костюм. Полностью слой прорезиненный. Второй слой силовой. Вот этот белый слой. Очень прочный слой. Третий слой верхняя ткань. Вот эта вот защитная от света хаки. Огнеупорная ткань. Она не сгораема. Значит, вес самого костюма, полностью, если одевается лётный состав, 15 килограмм 500 грамм. Ну и шлем вот закрывается. Если шлем закрывается, и он полностью герметичный получается. То есть, если вдруг из тартосферы он прыгает, то он... Да, он полностью герметичный. Он будет дышать чисто уже в костюме. А вот вы скажите, Петербургал, сюда вот шлем. Да, тут тоже все детали предусмотрены. Так точно. Вот защитный шлем. Шлем – это обязательный атрибут лётчика. ЗАШа – 7 АПС. Сделано из материала очень эффективно. То есть, оно не трескается, не лопается. От удара даже. Если его бросить на землю, то удара ничего не произойдёт. Ну, давайте бросить. Давайте. Можно произвести удар. Ну, давайте. Так, куда бросить? Ну, давайте. А где? Вот сюда? Подождите. Давайте. Вот я опускаю. Да. То есть, оно противоударно. Но ничего с ним не случается. Это рассчитано всё. Это почти что ручной работы шлем. Ручной работы? Да. Стоимость его 74 тысячи рублей. То есть, вот его эксплуатация уже 15 лет, вот этого шлема. Даже ни одна резиночка вот за 15 лет. Нигде даже не отклеилось, ничего не произошло. Эксплуатация. 15 лет это мы шлим? Да, 15 лет уже. Ничего себе. Выпуска 90-91-х годов. Американцы, наоборот, любят летать в наших костюмах, чем в своих. Да, почему? То есть, они более защищённые. При испытаниях они намного эффективнее себя показали, вот эти костюмы, чем американские. А-а. То есть, в аэродинамической трубе их испытывали, и получается, там при обледённых скорости ветра, у них костюм разрывался, а наш ещё выдерживал, ещё в полтора раза больше. Фаллы дёргивает дикую шпит. Примор отрабатывает 3 секунды и вводит в действие вытяжной парашют. В другой комнате сложены парашюты. В каждом из них так называемый носимый аварийный запас. Дальше процесс пошёл. Острый? Ну, рубить им хорошо. Металл мягкий, но он разовый. Разовый? Почему разовый? Да, он тут, тут сминается металл. Вот. Ну, на выживание хватает. То есть, деревья рубить, в принципе, такие деревья рубят нормально. Вот такие деревья рубят нормально, да? А у вас, как у английских лётчиков, нету 10 золотых монет? Подали в плен, я читаю, чтобы быков заплатить. Наши лётчики не сдаются, что за Сталина пошло. Это соль. Это соль? Да. Это питание. Сигнальное зеркало. Она раскладывается? По два сигнала зайчиком играет на саморёт. А вот в инструкции, которую я вам в книжку дали, там должна быть. Это же печки? Сюда вытворачивается. Ага. Происходит накалывание капсулы, и вот здесь заряд пролетает метров на 30 вверх. А что он даёт, этот заряд? Сигнальное. Это сигнальное средство. А-а. То есть, сигнал по языковому металлёту. То есть, это как ракета? Да, маленькая ракета. Да, это вот, как сковородка используется. Как сковородка используется? Да, да вы что? Как там это написано? Где? Использовать, как сковородку. То есть, всё приспособлено для того, чтобы выжить военному лётчику. И это всё находится в парашюте. Пожар двигателя второго. Пожар двигателя второго. При аварийных ситуациях на самолёте начинает работать речевой информатор. Все команды отдаются только женским голосом. Сделано это специально, чтобы в самые опасные моменты попытаться психологически разгрузить экипаж. Проверь закрылки. Мастерство пилотов зависит от количества часов, проведённых в небе. Один из главных и тяжёлых элементов пилотирования – заправка в воздухе. Много слов здесь говорить и не надо. Напряжение передаётся даже через видоискатель камеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Показать боевую работу наших ракетоносцев Ту-160 и Ту-95М практически невозможно. Поэтому мы сделали компьютерную графику, которая показывает, как с помощью дальней авиации можно бороться с любым врагом. Быстро и эффективно. С аэродрома базирования эскадра самолетов поднимается и ложится на боевой курс, ведущий к цели. Самолеты долетают до районов пуска ракет, выстраиваются в боевой порядок и выпускают крылатые ракеты. Каждый Ту-160 может нести до 12 летающих снарядов. Они расположены на специальном барабане револьверного типа и одна за другой выходят из чрева ракетоносца. Ракеты настолько умные, что сами выстраиваются в боевой порядок и идут к цели на высоте от 10 до 1100 метров, огибая рельеф земли. Засечь их средствами ПВО практически невозможно. Ракеты сами могут менять направление и перестраиваться в полете. Перед целью они расходятся по ударным группам и наносят удар. Например, по базам террористов. Задание выполнено и все ракетоносцы возвращаются на базу. 16 часов 15 минут. Штаб дивизии. Наши ребята, я так говорю, офицеры, это старший лейтенант, капитан, майор, от которых в основном зависит подготовка авиационной техники, подготовка средств поражения, подготовка аэродрома. Они готовы работать и днем, и ночью, если у них будет работа, связанная с его профессиональным предназначением. А я уж не говорю про летчиков. Тем вообще дай возможность летать без перерыва. Они будут без перерыва летать. Не надо домой на отдых даже ходить. Самолеты подобные тем, которые находятся на вооружении дальней авиации, способны были и есть способны содержать, вернее создать, изготовить и содержать два государства на нашей планете. Это Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Два государства. Если мы хотим на одном уровне находиться с ведущими мировыми державами, то без дальней авиации это достичь. Просто невозможно. Ну, наверное, в Швейцарии эти самолеты не нужны, потому что размеры государства меньше, чем взлетная дистанция этого самолета. Территорию нашего государства просто невозможно защищать и обеспечивать ее безопасность авиационными средствами, самолетами с радиусами действия полторы тысячи километров. Вот для этого нужна вот эта вот дальняя авиация, тяжелая, с большими радиусами действия. Заканчиваются дневные полеты стратегов. Самолеты один за другим приземляются. Красивое зрелище. Впереди ночные вылеты. Взлеты, выполнение учебно-боевой задачи, дозаправка в воздухе – это и есть напряженная боевая учеба наших ВВС. Этих полетов ждет каждый летчик, потому что для него это и есть настоящая жизнь. Рыба хранится? Это подстрелянная. Это что такое? Это сазан. Сазан такой? Вечером Олег Баранов пригласил нас к себе домой. Кроме того, что он один из лучших штурманов в полку, он еще и заядлый рыбак и охотник. Заходите. Очень приятно. Олег говорит, что семью может прокормить, даже если денег платить не будут совсем. Река рядом, есть подводное ружье, а рыбы в Волге всегда много. Мне там с собой и сумма. Обыкновенная офицерская квартира. Обыкновенная? Конечно. В которой получается тоже. Все сделано своими руками. Это муж для уже? Ну да. Вот это дерево – ельм. Это типа дуба. Только как бы подороже еще. Мы что, сколько, пять что ли мест поменяли служба? Это была и Украина, и Дальний Восток, и Москва, и вот здесь вот. Поэтому поездили очень много. Поездили. Конечно. Ну как все военные. Условия – вот это первая моя квартира. Все остальное, я говорю, снимали, общежитие. Вот мне девчата как бы на работе очень частенько говорят, даже не говорят, а вот с какой-то завистью. Вы же военные, вам же хорошо. Я говорю, девчата, вы не представляете, что такое быть военной. Это постоянно все перетряхаешь, все вещи без конца в коробках, шкафов нет. Живем на коробках сколько лет? 16 лет. На коробках и на коробках. Вот так вот. Я говорю, вы даже не представляете, вы живете с мамами, с дачами, с машинами. А я поехала, все, что не надо и что надо, выбросила, взяла с собой два чемодана и вперед. А вот вы мужа собираете в полетную командировку? Еще как! А что собираете? А сейчас начинается. Как у него этот, как он называется, у него чемоданчик есть? Дипломат. Тревожный чемоданчик, да, дипломат. А больше не надо. Что там смотреть? Обыкновенный такой. И что там, и что туда? Что туда входит? Белье, зубная щетка, пирожки. Вы знаете, когда они летают, вот у них дальние полеты, надолго улетают на 8 часов, серого цвета домой приходят. То есть, конечно, это тяжело. 8 часов полета, очень тяжело. Ну, Галя, а вот по ощущениям, по вашим-то, правильную профессию выбрал, нет? Это мужская профессия. Вот настолько мужская. Мне кажется, он, как бы, не только семью прикрывает своими плечами, не родим. Вот действительно, это просто вот мужчина. Не высокие слова, нет? Нет, не высокие слова. Когда он уходит на полеты, например, мне абсолютно понятно, что это не только там ради интереса, или там ему это нравится. Профессия защищает Родину, действительно. А деньги? Ну, деньги, лучше не спрашивайте. Понимально, хватает. Хватает, ну. Анкетирование было проведено, и спрашивали там, сколько нужно для жизни, чтобы нормально жить. Ну, я по анкете могу сказать, что для офицера, офицера отвечали, что там 20-25 тысяч рублей. Более-менее нормально. Это для вас и нет? Нет, офицеры говорили так. Ну, конечно, для нас, как бы, это заоблачная такая цифра. Да? Особенно ребята, которые в технике служат, вот, обеспечивают самолеты. Они же вообще вот на этом аэродроме пропадают день и ночь. Да, вообще тоже тяжело. А у них зарплаты еще меньше, чем на вот у летчиках. Да, ладно. Меньше. До новых полетов остается несколько дней. Как обычно, белых лебедей готовят к выполнению учебных и боевых задач. Не спеша и тщательно проверяют все узлы и агрегаты. Механик Саша после удачных вылетов наконец-то побрился и идет закрывать самолет. Вот, каким будет новый день для летчиков, для этих самолетов, да и для всей нашей авиации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...